ес сучки да кайф папочка вернулся чё кого-то добро пожаловать в нашу новую передачу уроки металла с александром блиновым и темой сегодняшнего видео будет старая добрая постановка правой руки постановка правой руки в металле конечно же потому что всякие сладкие фьюжины там гитары суры и так далее это не ко мне развалим пару мифов связанных непосредственно с постановками правой руки для адской рубки ну еще пару секретиков вам сегодня покажу перед тем как мы начнем хотелось бы еще заострить внимание на такой очень интересной теме которая выражается в различных позициях мнениях и так далее со стороны каких-то преподов и не только о том что постановка вообще рук как таковая при игре на электрогитаре это не особо такой уж и важный аспект потому что в пример приводится много разных чуваков у которых постановки кривые но при этом они там что-то на гитаре выковыривают и это используется как аргумент в пользу того что постановка на самом деле неоправданно притягивает к себе слишком много внимания вот сразу бы хотелось высказать свое мнение по этому поводу опять же прислушаться к нему или нет это уже дело лично ваше но с моей точки зрения постановка рук при игре на электрогитаре это пожалуй в принципе самый важный вообще аспект то есть это как раз та самая основа та самая база от которой строится вообще весь ваш технический фундамент аналогично как и постановка ног в боксе постановка жопы при езде на велосипеде и так далее то есть это все именно техническая база от которой зависит вообще то насколько рационально вы будете прилагать свои усилия и насколько эффективно вы будете реализовать свой технический потенциал ну и теперь давайте переходить уже ближе непосредственно к теме нашего сегодняшнего выпуска кстати еще что касается самых базовых и фундаментальных аспектов в плане постановки правой руки при рубке адских метальных рифов на эту тему мы сегодня разговаривать не будем потому что этим аспектом уже посвящена просто тонна информации на моем канале поэтому let's go смотреть всякие предыдущие уроки на эту тематику там все вот эти вот базовые нюансы типа тех что рука должна стоять высоко там не нужно закапываться медиатором как лопатой в землю и так далее все это там уже максимально разжевана 500 миллионов раз поэтому сегодня мы копнем в сторону более экзотических нюансов а именно в частности я бы хотел сегодня разобраться с вопросом того как держать пальцы при рубке металла держать их расправленными или собранными вот касательно этой темы есть очень много заблуждений и я сегодня хотел бы их развеять поэтому поехали сейчас все подробно покажу и давайте сейчас первым делом разберемся сразу с таким популярным мифом это даже скорее не миф мнение выражающиеся в том что постановка с расправленными пальцами это не совсем рациональный вариант в плане рубки потому что вот эти вот пальцы они постоянно якобы как балласт будут по инерции мотылять и тянуть вашу кисть в разные стороны и это очень сильно усложнит процесс управления рубкой на самом деле это заблуждение на мой взгляд появилась из-за того что люди не захотели просто более глубоко проанализировать всю физику процесса и так застряли на определенных первичных выводах которые они сделали и не захотели более детально все это проанализировать и вот как раз с этой целью я сегодня снимаю это видео чтобы навсегда развеять все сомнения и вопросы витающие вокруг этой темы поэтому сейчас сразу вам покажу как это все работает смотрите в глобальном смысле есть две постановки первая постановка с собранными пальцами вторая постановка с расправленными пальцами сказать что какая-то из этих двух постановок правильно какая-то неправильно это полный бред потому что они обе правильные просто у них есть свои плюсы и свои минусы и я использую обе этих постановки в зависимости от конкретной какой-то ситуации и сейчас вам более детально расскажу что здесь на что влияет и как с этим вообще работать и так первый момент который нам нужно сейчас осознать и от этого осознания уже отталкиваться в дальнейшем при анализе вообще всех этих технических нюансов заключается в том что переменный штрих и down строк это по сути вообще разные техники абсолютно опять же сразу оговорюсь что я сейчас говорю исключительно с позиции своего опыта поэтому если вы используете меня скажем так как эталонный пример то вам лучше последовать моим советам если вы в своей практике используете какие-либо другие движения возможно полностью противоположные моим и при этом достигаете мега убойного результата то логично что мои видео вам вообще не нужны и вы и так мега красавчик или мега в порядке но если тем не менее вы ориентируетесь на меня то я вам сейчас покажу как у меня лично это работает значит смотрите касательно разницы переменного штриха и down строка она выражается вот в чем когда я валю down строком я использую вот это вот движение предплечьем то есть определенное такое скручивание с точки зрения биологии или медицины называется супинация пронация то есть вот такое вот движение предплечьем аналогичные техники когда басисты играют с лэпом когда я играю переменным штрихом я использую кистевое движение вот такого плана и оно отличается тем что при даун строке по крайней мере в начальной фазе движение более круговую траекторию имеет скажем так то есть я запускаю руку по кругу это логично потому что я скручиваю как бы закрываю замок ключом а когда я валю переменным штрихом у меня движение более параллельное то есть именно кистевое и здесь касательно down строка я запускаю естественно руку предплечьем мы вернее кисть запускаю и прокручиваю только треска предплечьем и только в финальной фазе добавляю вот этот вот микро импульс пальцами в виде такого микроскопического поджатия медиатора то есть я щас даже утрированно показываю но визуально даже не будет заметно это нужно для того чтобы медиатор в момент контакта медиатора со струной медиатор во время контакта медиатора со струной такое ощущение что медиатор сука играет сам медиатором ты думаешь что ты очень базаришь даун тупой значит смотрите медиатор во время контакта себя со струной должен превращаться в жесткую конструкцию чтобы эту струну пробить потому что если он будет постоянно расслаблен то струна его просто оттолкнет и будет над ним вот так вот доминировать а нам это не нужно нам нужно применить технику аналогичную с техникой удара в боксе то есть мы бросаем расслабленную руку и только в самый последний момент во время контакта кулака с головой человека мы его сжимаем и превращаем жесткую конструкцию для того чтобы раздолбить голову а не раздолбить кулак об эту голову окей с этим разобрались кстати в переменном штрихе происходит аналогичная ситуация то есть вот эти вот микро поджим они тоже присутствуют про это опять же уже 500 миллионов раз все сказали окей с этим разобрались и вот теперь осознавая этот факт то что переменный штрих и даун строк выполняется вообще разными мышцами это разные техники перейдем уже непосредственно главной теме этого видео а именно теме того как на все это влияет положение наших пальцев сейчас более детально вам все это объясню и так значит теперь касательно вот этого мифа о том что расправленные пальцы якобы мешают рубить на самом деле дело не в том мешают они или нет а дело в том что вообще происходит и как вы их используете и какая вообще ситуация потому что ситуации и целей и музыкальных задач может быть огромное количество и вот сейчас я разберу основные моменты которые здесь нужно понимать смотрите если допустим речь идет о том чтобы сыграть какие-то открытые ноты даун строком к примеру сейчас я вам покажу как в этом случае будут расправленные пальцы влиять на вашу игру если вы будете играть кистью эти ноты то расправленные пальцы конечно же будут вам мешать потому что они будут по инерции утягивать вашу кисть назад и здесь нужно будет как-то ее еще потом возвращать то есть когда у вас кисть летит назад по инерции вам придется прилагать определенные усилия чтобы силой противодействия скажем так кисть сначала остановить потом начать ее возвращать обратно что породит напряжение и так далее в этом случае да пальцы будут вам действительно мешать и вот как раз на этом осознании и останавливается большая часть не совсем пытливых умов скажем так которые стараются разобраться в этом вопросе но ведь мы уже до этого разобрались что кистью я играть не буду я буду играть предплечьем и смотрите что происходит данном случае если я играю предплечьем то как видите палец также ну вернее пальцы также тянут мою кисть по инерции дальше только уже не в этой плоскости а вот в этой плоскости и вот тут перед нами стоит главный вопрос как нам сделать так чтобы пальцы не мешали нам а работали на нас и здесь вся фишка в том куда вы направляете вот эту вот энергию инерции смотрите здесь по сути идет круговое движение и круговым я ему позволяю оставаться только в начальной фазе разгона руки то есть смотрите я замахиваюсь раскручиваю внутренняя часть предплечье начинает смотреть немного вверх разгоняю руку по круговой траектории вот этим вот слеповым движением и дальше эту энергию я не продолжаю направлять вот так вот по кругу а направляю вниз то есть смотрите я не позволяю руке вот так вот раскручиваться а я докручиваю ее до струны и дальше энергия направляется как бы вниз и в данном случае это инерция не только не мешает мне но она мне и помогает как раз это добавляет увесистости моему down строку и получается вот такой вот супер крутое мощное плотное долбилово это первый момент он связан именно с ситуацией когда нужно сыграть открытые ноты то есть здесь ситуация с постановкой расправленных пальцев гораздо круче по вот этим вот причинам которые описал чем допустим постановка с собранными пальцами вот здесь как раз постановка собранными пальцами будет порождать возможно микроскопическое какое-то напряжение а так я просто свободно заставляю эту инерцию работать на меня теперь это была ситуация когда у нас нет опоры теперь разберем когда эта опора есть под опорой я имею ввиду вот тупо палмьютинг то есть мизинец приклеен к струнам здесь все еще проще то есть смотрите когда у нас есть опора то вопрос стабилизации он гораздо более простой потому что когда у нас палец лежит четко на струнах то в мозг идет тактильная информация о том где у нас пространстве находится каждая струна и нам легче вообще ориентироваться во всей вот этой вот физической трехмерной модели и здесь еще в плане расслабления есть очень важный аспект который выражается в том что можем просто провести вот такую параллель можете провести эксперимент над самим собой то есть попробуйте повиснуть на турнике и вы увидите что у вас тело автоматически примет такое напряженное состояние но как только вы коснетесь ногами земли тело сразу расслабиться потому что мозг получит информацию о том что ноги стоят на земле в безопасности и так далее здесь аналогичная ситуация когда у меня мозг понимает что я мизинцем конкретно вот здесь вот лежу на этих струнах рука автоматически расслабляется она понимает что она в безопасности и она может четко контролировать здесь всю эту точность работы и смотрите здесь просто вот это вот размашистое движение она выражена в меньшей амплитуде то есть соответственно я уже здесь не могу махать рукой как сумасшедший а просто более яркая выраженная амплитуде уже не машу а более экономично вот так вот наваливаю но это тоже движение именно предплечьем вот такой вот слепообразная окей с этим разобрались и в данном случае у меня пальцы опять же не мешают мне расправленные а вот этот вот мизинец он выполняет как раз таки роль вот этой вот опоры аналогично с тем как роль опоры выполняют струны когда мы рубим допустим с собранными пальцами вот такие вот интересные моментики то есть если вы правильно все делаете правильно направляете эту энергию в нужном скажем так направлении то это работает на вас и теперь рассмотрим ситуацию где круче сработают эти вот собранные постановки то есть смотрите что дает нам вообще вот этого собранная постановка она дает нам такую более эргономичную конструкцию которая в принципе более управляема в пространстве когда речь идет о том что нужно играть какие-то партии именно связанные со скачками между струнами то есть допустим обычный переборчик где идут эти вот скачки между струнами допустим на чистом звуке его будет более рационально играть во-первых переменным штрихом во вторых кистью в третьих открытыми струнами собственно говоря в таких условиях расправленные пальцы будут нам мешать поэтому мы их собираем и спокойненько превращаем это вот такую вот скажем так башку дрели со сверлом которая супер точно высверливает вот все необходимые нам отверстия сюда же всякие гамма-образные штуки связанные с переходами со струн на струну и так далее они тоже будут более рационально играться вот с такой вот собранной постановкой вот собственно если подвести такой итог то собранная постановка гораздо круче работает когда у нас стоят задачи связанные с вертикальной координацией а когда идет какое-то долбилово где нет особо каких-то адских мир струнных скачков и с превалирующим скажем так down строком и всякой стружкой и так далее то всегда круче будет взять вот эту вот постановку с расправленными пальцами то есть для каких-то метальных адских рифов это будет топовая ситуация но опять же есть свои исключения все зависит от того в каком контексте вы там играете все вот эти вот элементы то есть отталкивайтесь именно от ситуации на самом деле то что я сейчас сказал это только вершина айсберга и нюансов просто гораздо гораздо больше и более того это видео больше ориентирован на тех скажем так каких-то уникумов которые сразу вот все это схватили все проанализировали у них сразу все супер круто получилось потому что как показывает практика на самом деле нюансы настолько дохера что даже когда я их все разбираю со своими учениками допустим на уроках то конкретно фаза скажем так эффективного практического их применения для того чтобы ее достичь уходят какие-то там недели месяцы и там полугода и так далее то есть в зависимости от конкретных индивидуальных особенностей людей поэтому здесь как вы поняли все не так просто это нужно именно на практике все прочувствовать и понять как это работает моя задача была просто развенчать вот эти вот мифы о том как расправленные пальцы влияют на постановку в той или иной ситуации надеюсь все было более менее понятно и как вы поняли нюансы постановки они просто супер важны поэтому если ваш препод говорит вам что забей на постановке просто там лети на крыльях ветра и выражать свою душу то это повод от этого препода просто бежать очень быстро